Всем привет! Сегодня расскажу вам историю Агари, нелегкая судьба женщин. История жизни Агари, рабыни Сары, жены Авраама. Нельзя назвать его. По воле своей госпожи и повелительницы пришлось Агаре в юные годы лечь со стариком Авраамом, которого законная жена никак не могла родить ребенка. Сара сама привела Агарь в покой мужа. Агарь забеременела. Молодая, совсем не мудрая Агарь возгорделась, начала насмехаться над законной женой. Какая женщина такое может выдержать? Не выдержала и Сара, поставила вопрос ребром. Перед мужем она или рабыня? Авраамом было не до разборок женщины. Спокойствие было главным. И он ответил, чтобы они разбирались сами. Сара стала притеснять Агарь. Видимо издевалась над беременной женщиной. Агарь, не надея защиту главы дома, сбежала в пустыню. И случилось чудо. Перед Агарию явился ангел. Агарь рассказал ангелу о своей тяжелой судьбе. Но тот, к удивлению молодой женщины, не пожалел ее. А наоборот, наказал вернуться назад, приклотить колени перед госпожой и ждать разрешения от ее беременности. Ибо сыну, которого она родит, предстояло стать родоначальником народа, которому не будет числа. Агарь вернулась обратно в дом Авраама. Через положенный срок она родила. Родила сына, которого назвали Измаилом, так как повелел ангел. Но самое неожиданное, Сара тоже забеременела. И родила ему сын Исаак. Мальчики росли вместе. Однажды Сара заметила, что старший Измаил обижает ее маленького ребенка. Да, в общем, боязнь того, что Измаил все-таки является первым сыном, не давала покоя Саре. Она пожаловалась Аврааму на Агарь, что так хочет занять ее место законной жены. Ну, Авраам опять не захотел разбираться в сорок женщин. Но Сара была настойчива. Да и во сне к старцу явился бог и наказал поступить так, как велит жена. Изгнали Агарь и ее сына Измаила из дома. Еще им не оставалось в какой-то муравийской пустыне. Место безжизненное, страшное. Долго скитались они с сыном по пустыне. Закончилась у них пища, которую дал им Авраам. Ну, а потом закончилась и вода. Совсем обессиленный Измаил. Не было у него сил даже двигаться. И тут опять явился перед Агарью ангел и указал на родник, где мать и сын могли утолить жажду. Изгнанники были спасены. И хотя им пришлось испытать еще много трудностей, но они остались живы. И Измаил, как и предсказывал ангел, стал родоначальником арабских народов. Ну вот, собственно говоря, и все о истории Агарь. Смотрим картины. Пока-пока. Сегодня мы узнали историю Агарь. Все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Агарь.